Конечно же, главным событием сегодняшнего дня станет Минский полумарафон. Дистанции в 5, 10 и 21 километрах готовы пробежать более 30 тысяч человек. На старте уже находится наш корреспондент Андрей Козлов. Андрей, доброе утро. Какую дистанцию готов преодолеть ты? Доброе утро, студия. Доброе утро, Людмила. Сегодня моя дистанция 10 километров, то есть такая же дистанция, как в прошлом году. Но в этом году я хочу побить свой персональный рекорд. А тогда у меня получилось выбежать эту дистанцию всего лишь за час и три минуты. Да, согласен, не такой плохой результат, но тем не менее. Вообще, видите, у нас такая уже такая активная здесь движуха. И очень много людей, которые любят бег, занимаются бегом и хотят им заниматься. Вот, например, подойдем сюда, спросим сейчас. Здравствуйте. Как вас зовут? Дмитрий. А вы какую дистанцию не собираетесь преодолеть? 21 километр, я из Гомеля. Вы из Гомеля, да? И давно занимаетесь бегом? Ну, я не так давно, как бегом, но приобрел приставку, езжу для себя, чтобы укреплять силы, здоровье. Ну, двигаюсь активно. А максимальная дистанция у вас какая была? Максимальная, я не знаю. Ну, я еще так не ставил для себя такие рекорды, чтобы максимально. Ну, 21 уже проезжал, если честно. Ну, чисто для себя, так. Ну, вот, менее часа остается до события, которые мы ждали весь год. И пока кто-то пьет кофе, вот Дмитрий собирается преодолеть 21 километр. С каждым годом любителей бега становится все больше. И зарегистрировавшихся на полумарафон тоже становится все больше. В этом году вновь побит очередной рекорд. На этот раз, как вчера сообщили на пресс-конференции, около 30 тысяч человек подали заявки на то, чтобы пробежать. Представители четырех континентов и 142 населенных пунктов примут участие в этом году в Минском полумарафоне. И призовые тоже очень, на самом деле, внушительные. 3 тысячи долларов. Давайте еще раз пройдемся, посмотрим, что здесь происходит. Здравствуйте, девушка. Как вас зовут? Настя. Вы сколько собираетесь пробежать сегодня? Самую максимальную дистанцию. 21 километр? Попробуем. И как думаете, сколько времени у вас займет это? Понятие. А давно вы вообще бегом занимаетесь? Несколько. Ну, потом забросила, но сейчас опять. Первый раз на полумарафоне? Да. Удачи вам. В 3 часа ночи проспект Победителей, вот эта центральная часть, был уже перекрыт. Карла Маркса перекрыли в 5 часов утра. В 10 часов начнется забег на 5,10 километров. А в 12,30 самый главный такой полумарафон на 21 километр. Пока у меня все, тоже необходимо провести интенсивную разминку. Людмила, у вас тоже есть время, кстати, присоединиться. Пока вам слово. Спасибо, Андрей. Ждем подробностей старта Минского полумарафона уже в полдень.